Меня зовут Кристина Шурубина, мне 13 лет. Я играю на скрипке, а также я играю на фотопиано. Раньше я занималась танцами. На школе была театральная студия, куда я и ходила. Также я очень люблю читать на немецком книге и переводить. Мне достаточно легко получается, могу сказать. Меня зовут Кристина, я очень люблю читать, танцевать, молиться. Моё стремление быть образованным человеком и, главное, культурно образованным человеком быть. Я хотела стать либо врачом, либо я хотела стать актрисой. Ну да, они совсем разные, область актриса и врач, но как-то так. Нет, я могу понять себя, но не всегда, ведь мне нравится и то, и то очень сильно, смотря как будет в дальнейшем. Но если поступать на актрису, то я, да, это у меня большое желание, если поступить на актрису, честно, хочу. Я учусь в музыкальной школе уже 7 лет, я заканчиваю её. А выступления у меня начались где-то со второго класса. Самый мой первый опыт, вот, когда я на сцену вышла, на большую, это был мой... Мне было 6 лет. Было много камер, телевидения. Со мной все хотели сфотографироваться. Не знаю почему, потому что я была, наверное, самой маленькой. Все подходили, спрашивали у меня что-то, я просто ничего не понимала. Я очень сильно волновалась, но я просто как-то, не знаю, как это объяснить, но я сконцентрировалась только на себе. Я представила, что просто в зале никто не сидит. Ну, сидит только моя мама, да. Почему-то, когда у меня только маму, я представляю, мне не страшно становится. Я просто понимаю, что можно довериться и нормально, хорошо сыграть. Мама всегда в любой ситуации меня поддерживает. Даже если все против, и я виновата, допустим, где-то, мама всё равно начинает за меня отставить право. Но ссоры тоже бывают, мне кажется, у всех. Мы потом понимаем, как ценим друг друга. Ведь мама просто, как я говорю, это самое-самое. В семье именно я одна, но на самом деле у меня есть двоюродный братик. Я очень с ним близка, он мне как родной. У нас даже отчества одинаковые, да. Я Алексеевна и он Алексеевич. Мы с ним стараемся видеться почти каждый день, но так не всегда получается. Я стараюсь окружать себя доброжелательными людьми, людьми, которые не сами ко мне добивались, ну, не я к ним добилась, и не они ко мне. А вот, как говорят, всё приходит со временем. У меня и знакомых много, но именно друзей у меня настоящих мало, так как они проверены, со временем как-то люди приходят, и с ними знакомишься, и с ними более интересно общаться. Я их понимаю, и они меня понимают. С моими сверстниками я чувствую себя чуть-чуть постарше, так как я просто люблю рассуждать очень сильно, люблю общаться со взрослыми, но также с моими сверстниками я тоже люблю общаться, ведь интерес есть и там, и там. Я считаю, что есть дружба между мужчиной и женщиной. Возможно, даже с мальчиками дружить интереснее, я вам хочу сказать, чем с девочками. Хотя я сама девочка, но с ними тяжело общаться достаточно. Ведь всё равно происходит какая-то чуть-чуть либо зависть, либо что-то типа этого. Я хотела изменить бы отношения людей друг к другу. Это самое главное, я считаю. Чтобы не было фальшивости.